Рада приветствовать вас на своем канале. В сегодняшнем видео я вам хочу показать, как делать вот такое вот объемное сердечко. Оно довольно-таки простое, очень аккуратно выглядит. Его, в принципе, можно применить на предстоящий день Святого Валентина. То есть можно, допустим, сделать какую-то петелечку и прикрепить его к грелочке на чашечку. Можно, допустим, вставить в ручки какой-то игрушечки. В зависимости от выбранной толщины пряжи можно варьировать величину этого сердечка. Я вам покажу, как сделать небольшое. Вы уже можете, расширив изначально вот эти вот кружки, сделать сердечко побольше. Но вам придется постараться рассчитать количество петель для уменьшения. Поэтому для начала, чтобы понять принцип, свяжите вот такое, как у меня, по предоставленному мною видео. А затем вы уже будете смотреть и, скажем так, увеличивать на свое усмотрение, либо уменьшать. Конечно же, кому интересно, присоединяйтесь. Свяжем с вами вместе. Для вязания нам понадобится пряжа. Я взяла чистый хлопок красного цвета фирмы Ализабелла. Под нее крючок номер 1.7, наполнитель у меня холофайбер и ножнички для обрезания кончиков. Возможно, вам понадобится иголочка, если вам удобно будет шивать больше иголочкой, чем крючком. Конечно же, пряжу можете использовать не обязательно хлопковую, а любые остаточки на свое усмотрение, а также цвет. В зависимости от толщины пряжи выбирайте номер крючка и, конечно же, будет размер варьироваться от толщины пряжи и номера крючка. Вместо наполнителя холофайбера вы можете взять любой наполнитель синтепон, синтепух, даже обычную вату, если вам будет не принципиально, что будет внутри. Поэтому запасаемся хорошим настроением и начинаем вязать. Для начала делаем кольцо амигуруми, это обхватываем средний и указательный пальчик вокруг. Теперь закрепляем наше колечко и набираем в кольцо 6 столбиков без накида. 1 столбик, сюда же второй столбик, сюда же третий, четвертый, пятый и шестой. Придерживаем крайнюю петельку, стягиваем колечко. Стягиваем плотненько, чтобы никакого отверстия посерединке не осталось. И теперь мы будем делать прибавление каждую петельку по 2 столбика без накида, провязывать в одну петельку над столбиком предыдущего ряда. То есть, смотрите, у нас по кругу 6 столбиков, значит 6 петелек. Теперь берем, кладем краешек ниточки на вязание наше и будем вязывать постепенно этот краешек ниточки, чтобы он у нас был завязан, чтобы вам потом не пришлось его прятать. Итак, находим первую петельку, вытаскиваем рабочую ниточку на крючке 2 петли и довязываем столбик без накида в первую петлю. Сюда же вяжем еще один столбик без накида. Затем следующую вторую петельку находим и вяжем то же самое, 2 столбика без накида в одну петлю. То есть, делаем каждую из 6 петелек по прибавке. 2 столбика без накида в первую петлю, 2 столбика без накида в вторую петлю. Далее, вот она третья петля 2 столбика без накида, 4 петля 2 столбика без накида, 5 петля. То есть, делаем прибавочку 2 столбика без накида. И последняя шестая петля в этом ряду, 2 столбика без накида в последнюю шестую петлю. Мы сделали прибавление в ряду 6 столбиков, поэтому в конце второго ряда у нас по кругу 12 столбиков без накида. В третьем ряду мы должны тоже добавить 6 столбиков, поэтому будем чередовать первую петлю столбик без накида, во вторую петлю делать прибавочку, то есть вязать 2 столбика без накида. Далее в третью петлю столбик без накида, в четвертую петлю прибавление 2 столбика без накида в одну петлю, в пятую вяжем столбик без накида, в шестую вяжем 2 столбика без накида в одну петлю, в седьмую столбик, в восьмую 2 столбика, то есть прибавочку, в девятую петлю столбик, в десятую вяжем 2 столбика, то есть делаем прибавочку. и в одиннадцатую петлю делаем столбик последний и в двенадцатую делаем последнюю прибавочку то есть мы добавили 6 петель в третьем ряду у нас по кругу 18 столбиков без накида для тех кто не понимает что я делаю откройте видео там где мы вяжем круг амигуруми и каждую в каждом ряду добавляем по 6 петелек или по 6 столбиков вот мы связали увеличение кольца амигуруми до круга из 18 столбиков без накида по кругу теперь в четвертом ряду мы с вами нарушим принцип прибавления по 6 петелек а добавим всего 3 3 столбика чередуя 5 столбиков без накида и делаем прибавочку начинаем отсчитывать с первого столбика 5 столбиков без накида перед тем как вязать 5 столбиков предлагаю вам вот этот краешек ниточки который мы с вами завязали вытащить в начало ряда как бы поставим маркер ей и начинаем отсчитывать 5 столбиков первую петлю первый столбик во вторую второй столбик 3 третий столбик 4 4 столбик 5 петлю 5 столбик шестую петлю делаем прибавление два столбика без накида вяжем в одну петлю. Первый столбик и сюда же второй. Снова в первую петлю первый столбик, во вторую второй столбик, третий столбик, четвертый и пятый. А в шестую петельку вяжем прибавление. Два столбика без накида в одну петельку. И последний третий раз пять столбиков. В каждую петлю по столбику пять раз. Один, два, три, четыре, пять. И в шестую петлю делаем последнее прибавление в этом ряду. Два столбика без накида в последний столбик. У нас добавилось три петельки, значит по кругу 21 столбик без накида провязаны. Теперь нам нужно пятый и шестой ряд связать каждую петельку по столбику. То есть смотрите, в конце четвертого ряда у нас 21 столбик. Умножаем на два ряда. 42 столбика без накида нам нужно провязать. Я начинаю отсчитывать 42 столбика, затем продолжим вязание. Один, два, три, четыре, пять, шесть, тридцать восемь, тридцать девять, сорок, сорок один и сорок два. Связали по спиральке два ряда, 42 столбика. И теперь нам нужно привытащить вот эту крайнюю петельку и отрезать ниточку, где-то сантиметров оставить 15. Теперь мы, отрезав ниточку, оставляем сантиметров 15 и отрезаем вот эту ниточку, которой мы отмечали начало ряда. То есть она нам больше не нужна. Нам нужно связать вот такие две детальки. То есть вы снова набираете кольцо амигуруми, вяжете в каждом ряду два ряда по шесть прибавлений. В четвертом ряду вяжете три прибавления, чередуя пять столбиков прибавка. И пятый, шестой ряд вяжем в каждую петелечку по столбику. То есть два ряда 42 столбика без накида. Вот такие детальки. Нам нужны две штучки. Две одинаковые детальки готовы. Одна у нас с отрезанной ниточкой, вторая с рабочей нитью не отрезанной. Так ее не отрезайте. Мы ей будем вязать. Что мы делаем? Мы берем крючок, одеваем сначала на крючок петельку, вот эту крайнюю, которая у нас ниточка отрезана. То есть первую детальку сначала одели. А затем точно так же одеваем вторую детальку с рабочей ниточкой. Вот так вот на крючке у нас две детальки и две петли. Теперь там, где у нас рабочая ниточка, ту петелечку продеваем сквозь ту, которая отрезанная. То есть вот так вот продели, просто соединили две детальки. И нам нужно связать, начиная со следующей петелечки на второй детальке, подряд 17 столбиков без накида. И начинаем отсчитывать. Первый столбик, второй столбик, далее третий столбик, четвертый. Я вяжу в каждую петелечку по столбику. Пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый, одиннадцатый, двенадцатый, тринадцатый, четырнадцатый, пятнадцатый столбик, шестнадцатый и семнадцатый. Теперь смотрите, что я делаю. Я отсчитываю до серединки, вот она у нас, если подтянуть петельку, у нас между двумя дольками, будем называть их чашечками, есть серединка. И вот если мы посчитаем, у нас до серединки остается четыре петелечки. Один, два, три, четыре. Мы их не трогаем, а от серединки следующей уже отсчитываем четыре следующие петелечки. Один, два, три, четыре. И вводим крючок в пятую петлю. То есть смотрите, мы не довязали до серединки четыре петли на одной чашечке и пересчитали четыре петли, ввели крючок в пятую петлю уже следующей чашечки. Что мы делаем дальше? Мы вяжем в пятую петельку на второй чашечке столбик без накида и довязываем еще здесь 16 столбиков без накида. То есть начиная с этим первым столбиком нам нужно связать такие же 17 столбиков без накида, как и в начале. Один столбик связан, далее в следующую петлю второй, следующую петлю, третий столбик, далее четвертый, поворачиваем вязание, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый, одиннадцатый, двенадцатый, тринадцатый столбик, четырнадцатый, пятнадцатый, шестнадцатый и семнадцатый последний столбик. Что мы делаем? Мы привытягиваем крайнюю петельку, чтобы нам она не распустилась и было удобно. Подтягиваем вот эту отрезанную ниточку и если мы вот так вот согнем две чашечки, между ними 4 петельки с одной стороны и 4 петельки с другой стороны, которые мы оставляли. То есть вот такая дырочка посредине двух чашечек, посмотрите. И с правой стороны у нас находится вот эта ниточка, которую мы отрезали и оставляли 15 сантиметров. Нам нужно средние вот эти 4 петли с одной стороны и 4 петли с другой стороны, то есть 8 петелек, шить между собой. Можно двумя способами. Первый способ это крючком соединительными столбиками. Второй способ я вам говорила, возможно вам удобно будет иголочкой сшивать, поэтому вставляете ниточку в иголочку и сшиваете. Я буду пропускать сквозь две стеночки за крайние петельки делать соединительные столбики, то есть сшивать соединительными столбиками. За две стеночки пропускаем рабочую ниточку на крючке петля, затем следующие две петельки пропускаем за обе стеночки, захватываем рабочую ниточку и сквозь первую петлю продеваем вторую. Снова находим следующие две петельки. За обе стеночки захватываем рабочую ниточку и продеваем соединительным столбиком. И вот здесь две петельки крайние мы захватываем, сквозь них продеваем рабочую ниточку и сквозь первую петлю продеваем вторую то есть вот так вот мы сшиваем полностью все петельки мы сшили серединку 8 наши петель и теперь я беру делаю воздушную петлю и затягиваю хорошо ниточку можете сделать две воздушные петли для того чтобы уже наверняка закрепить я немножко затянула но я сделаю наверно две воздушные петли для того чтобы у меня ниточка не вытаскивалась вот так вот мы сшили две деталечки у нас теперь нет никаких дырочек между чашечками и продолжим вязать круговую то есть вот такое вот начало имеет наше сердечко мы стянули две части вот эту ниточку которой сшивали если у вас остался большой краешек можете отрезать а вот этот кончик оставить в серединке одной из чашечек вот так вот и продолжаем дальше вязать по кругу то есть сейчас одеваем нашу петельку вытянутую на крючок сшив детальки продолжаем вязать по кругу это у нас начало восьмого ряда то есть мы седьмой ряд сшивали 8 столбиков по серединке и в по кругу вязали по 17 столбиков два раза теперь вяжем 7 столбиков без накида подряд первую петелечку от крючка первый столбик затем за ним второй столбик третий столбик четвертый пятый шестой и седьмой столбик затем будем делать постепенное убавление зауживание сердечко как мы делаем убавление смотрите существует в принципе много способов но самые основные два которые используют чаще всего первое это захватываем полупетлю с одной петли и полупетлю с другой петли у трех петель делаем общую вершину это раз второй способ за две передние полупетли двух столбиков вот так вот на крючке три петли сначала пропускаем сквозь две полупетли столбиков а затем рабочую ниточку сквозь две оставшиеся петли то есть как бы фактически мы вяжем столбик без накида за две передние стеночки двух последующих полупетелей провязали 7 столбиков сделали убавление теперь вяжем 15 столбиков подряд следующую петлю вводим крючок первый столбик далее второй столбик далее третий столбик четвертый столбик пятый пятый шестой будет немножечко неудобно вы постарайтесь седьмой восьмой переходим на вторую чашечку девятый десятый одиннадцатый двенадцатый тринадцатый четырнадцатый и последний пятнадцатый столбик а затем нам снова нужно сделать убавление и вот как вы вязали убавление первый раз делали общую вершину двух столбиков или за две передние полупетли как я так сейчас и делаем убавление я делаю за две передние полупетли вяжу столбик без накида сделали убавление и теперь довязываем до конца ряда восемь столбиков без накида следующую петельку вводим крючок и начинаем вязать первый столбик за ним второй столбик за ним третий далее четвертый пятый шестой седьмой и последний восьмой столбик в ряду переходим на восьмой получается на девятый ряд вяжем подряд снова семь столбиков без накида отсчитываем с первого столбика семь столбиков у меня ниточка немножечко делится хлопковая и так первый столбик за ним второй столбик третий четвертый пятый разворачиваем вязание шестой и седьмой столбик делаем снова убавление за две передние полупетли я захватываю и вяжу столбик без накида захватываю две полупетли сквозь них сначала продеваю рабочую ниточку а затем сквозь оставшиеся две петелечки продеваю ниточку теперь вяжем 14 столбиков без накида подряд первый столбик за ним второй столбик третий четвертый пятый шестой седьмой восьмой девятый десятый одиннадцатый двенадцатый тринадцатый и последний четырнадцатый столбик затем снова делаем убавление я делаю за две передние полупетли как всегда убавление вяжу столбик без накида до конца ряда у нас осталось семь столбиков без накида или семь петель поэтому вяжем в каждую петлю по столбику без накида в первую петлю первый столбик затем второй третий четвертый пятый шестой и последний седьмой столбик в ряду вяжем довязали получается девятый ряд в десятом ряду вяжем начиная с первого столбика шесть столбиков без накида первую петлю первый столбик за ним второй столбик вторую петелечку третий столбик четвертый пятый и шестой и шестой снова делаем убавление за две передние полупетли я захватываю и делаю убавление затем мы должны связать снова 14 столбиков без накида до следующего убавления находим первую петельку после убавления и начинаем отсчитывать первый столбик в первую петлю второй столбик третий четвертый пятый шестой седьмой восьмой девятый десятый одиннадцатый двенадцатый тринадцатый и последний четырнадцатый столбик без накида затем делаем снова убавление за две передние полупетли вяжем столбик без накида сделали убавление до конца этого ряда у нас остается шесть петелек поэтому вяжем в каждую петлю по столбику шесть столбиков первую петлю первый столбик далее второй далее третий четвертый пятый и последний шестой столбик столбик без накида довязали десятый ряд одиннадцатый ряд мы начнем тоже с шести столбиков без накида продолжаем вязать в каждую петельку по столбику шесть раз первую петельку первый столбик вяжем затем следующую петельку второй столбик следующую петельку третий следующую четвертый следующую пятый и шестой столбик без накида затем делаем убавление две передние полупетельки захватываем и вяжем столбик без накида теперь нам нужно связать средние тринадцать столбиков без накида отсчитываем первый столбик второй третий четвертый пятый шестой седьмой восьмой девятый разворачиваем вязание удобно десятый одиннадцатый двенадцатый и последний тринадцатый столбик затем делаем убавление за две передние стеночки вяжем столбик без накида за две полупетли до конца ряда у нас остается пять столбиков мы довязываем каждую петельку по столбику первый столбик за ним второй за ним третий столбик четвертый и последний пятый столбик без накида в двенадцатом ряду мы начнем вязать шесть столбиков без накида как всегда в первую петлю первый столбик во вторую петлю второй столбик далее третий четвертый пятый пятый столбик не очень удобно мне вязать вернусь чуть-чуть четвертый пятый и последний шестой столбик теперь делаем убавление за две передние полупетели вяжем столбик без накида и теперь мы свяжем всего четыре столбика без накида до следующего убавления то есть мы нарушим нашу привычную вот здесь вот серединку провязывания а вяжем всего четыре столбика без накида один два три четыре то есть мы фактически дошли до серединки вот здесь вот долик и берем одну полупетлю с одной дольки вторую полупетлю с другой дольки и делаем убавление вяжем за передние стеночки столбик без накида двух полупетелек теперь теперь вяжем пять столбиков без накида один столбик в следующую петлю второй столбик в следующую петлю третий столбик четвертый и пятый делаем убавление то есть получается на одной дольке сбоку делаем опять убавление за две передние полустеночки полупетелечки провязываем столбик без накида и до конца этого ряда у нас остается четыре петли вяжем по столбику без накида четыре столбика подряд находим первую петельку вяжем столбик первый в следующую петлю столбик второй в следующую петлю столбик третий и в следующую петлю четвертый столбик связали у нас получилось уже провязано больше чем половинка сердечком теперь вяжем тринадцатый ряд делаем в начале ряда убавления начинаем с убавления две передние полупетли вяжем столбик без накида затем после убавления вяжем пять столбиков без накида один два три разворачиваем удобно в себе четыре пять и делаем на боковой стороне убавления убавления две передние полупетли захватываем и вяжем убавления уже с каждым рядом нам будет все сложнее и сложнее вязать так как меньше и меньше отверстия становятся нижней части сердечка но вы постарайтесь сделали убавления теперь вяжем три столбика без накида до серединки один два и третий столбик у нас остается до серединки одна петля с одной стороны и уже следующая петля с другой стороны делаем убавления за две передние полупетли после трех столбиков вяжем убавления теперь четыре столбика без накида подряд до следующей боковой стеночки вяжем 1 столбик, 2, 3 и 4. И снова делаем на боковой стороне убавление. То есть мы делаем максимальное убавление петелек по кругу, чтобы максимально заузить сторону сердечка. Итак, связали 4 столбика, сделали убавление. До конца ряда у нас остается 3 петли, поэтому довязываем 3 столбика без накида в каждую петельку по столбику. 1, 2 и 3. Привытяньте немножечко петельку крайнюю. Сейчас как раз таки пришел тот момент, когда я рекомендую вам наполнить сердечко. Наполняем максимально, хорошо протаскиваем в чашечке сюда наполнитель, чтобы имела красивую такую вот форму. Поэтому хорошо наполняем, так как у нас с каждым рядом все уже и уже становится нижняя часть, то вам будет дальше еще сложнее наполнить. Поэтому предлагаю как раз таки сейчас наполнить наше сердечко. Можете помочь себе ножничками, пальчиком. То есть кому как удобно наполнять, наполняем наше сердечко. Придаем ему красивую форму. Вот я наполнила, придала форму красивенькую нашим чашечкам. И теперь подтягиваю я снова последнюю петлю на крючок, чтобы нам было удобно вязать. И продолжаю вязать 14 ряд. Ряд мы начнем снова с убавления. Делаем убавление в начале ряда. Затем вяжем столбик без накида убавления, столбик без накида убавления и так далее. То есть нам нужно провязать 5 раз, столбик без накида убавления, столбик без накида убавления. Начинаем отсчитывать. Столбик убавления первый раз. Далее столбик убавления вяжем второй раз. Немножечко придерживайте наполнитель, чтобы он у вас не вытаскивался вот так вот пальчиком. Потому что если вы сейчас завяжете наполнитель по ходу вязания, вам его тяжело будет очень потом исправить и вытащить. Итак, столбик без накида убавления второй раз вяжем. Столбик без накида убавления третий раз. Очень медленно буду показывать, так как и самой не очень удобно. Придерживаю одним пальчиком алофайбер и не очень удобно. Итак, столбик без накида убавления вяжем очередной раз. Снова столбик убавления вяжем так подряд, вяжем пять раз. И провязав пять раз, мы делаем еще одно убавление, как бы дойдем до конца ряда этим убавлением. Теперь снова, если вам удобно, немножечко нам нужно наполнить, так как сейчас отверстие еще меньше станет. Поэтому берем немного наполнителя и еще наполняем вот эту нашу нижнюю часть, то есть довязанный ряд у нас добавился. Наполняем мы максимально, чтобы нам было уже удобно заканчивать сердечком. Вот я наполнила еще. Теперь подтягиваем снова петельку на крючок. И в пятнадцатом ряду мы будем делать шесть убавлений подряд. То есть сейчас у нас 12 петелек по кругу или 12 столбиков. Мы делаем шесть убавлений подряд. Итак, первые две полупетли захватываем, сделали первое убавление, далее вторые две полупетли, второе убавление делаем и так далее. То есть шесть раз, второе убавление я делаю, далее подхватываю пятую, шестую петлю, делаю третье убавление, седьмую, восьмую, четвертое убавление. делаем подряд 6 убавлений каким способом вы для себя там выбрали изначально вот таким и убавляем будет очень неудобно предупреждаю сразу конец это самое такое когда нужно держать одним пальчиком крючок вторым пальчиком придерживать холлофайбер третьим пальчиком в общем наполнять здесь будет честно говоря не очень удобно и так четвертое убавление далее пятое убавление и последнее шестое убавление сейчас как раз таки тот момент еще когда можно наполнить и вот этот момент уже наверное таки я вам скажу будет последний для наполнения то есть все таки я вам предлагаю наполнить до самого-самого конца вот я в себе помогаю обычно ножницами это делать вы наполняете чем вам удобно вот и это будет последнее отверстие которое мы будем закрывать до наполняли подтянули крайнюю петельку на крючок и у нас по кругу остается всего шесть петелек я вам предлагаю сделать три убавления подряд один убавили раз второй раз принципе можно третий раз не убавлять почему объясню для того чтобы у вас не сильно такая выпуклая была последняя нижняя часть а сделайте как бы соединительный такой вот уже этап завершения при вытяньте крючок ой вытяньте крючок и при вытяньте ниточку краешек оставляем немного длинный и вдеваем вот этот краешек в иголочку и теперь предлагаю вам стянуть вот это оставшие отверстие оставшиеся снизу вверх в серединку я вдеваю полупетлю каждой петельки вот так вот ниточку 1 2 3 раз и хорошо 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 подтягиваю ниточку смотрите мы просто стянули оставшиеся там две три петелечки в общем то количество петель которое у вас вокруг хотите можете этот этап сделать и когда у вас останется 6 петелек но честно говоря я люблю больше когда меньше петель и для того чтобы было вот это вот эффект такого уголка снизу красивенького если стянуть 6 оставшихся петелек то не так будет идеально и не так будет красиво теперь вдеваем иголочку по серединке и выводим где-то в боковой сторонке то есть мы как бы стянули петельки а теперь нам нужно спрятать вот этот краешек кончик ниточки и сделать вот этот уголочек сердечко теперь в день те иголочку серединку где-то здесь вот к уголку поближе вот так и немного подтяните наполнителя к уголку то есть в разных сторонах подтяните к этому уголку наполнитель для того чтобы красивенько придать ему форму чтобы не просто пустое здесь было а именно вот как бы поддеваете вы крючком гоните наполнитель вот этому уголку подгоняете и теперь нам осталось всего несколько раз вот так вот продеть краешек ниточки в разные стороны немного при затянув его и имеем вид вот такой вот законченной работы у нас получилось объемненькое сердечко эту ниточку мы отрезаем вот самый 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 корешок чтобы ее не было видно теперь расправляем мы придаем красивую форму сердечко уголочек мы подтягиваем все аккуратненько расправляем все ровняем и получилось вот такое замечательное объемное сердечко получилось на мой взгляд очень аккуратно я надеюсь что у вас все получилось и вам понравилось конечно же не забывайте ставить лайки подписывайтесь на мой канал всем хорошего настроения пока пока